Баритон Самарского театра оперы и балета Георгий Цветков прокомментировал свое состояние после нападения. Он заявил, что чувствует себя значительно лучше и рассчитывает ко времени выступления на сцене Большого театра в Москве полностью восстановиться. Напомню, в ночь с 5 на 6 октября недалеко от парка Гагарина на заслуженного артиста Самарской области Георгия Цветкова напали неизвестные. Сейчас он находится на лечении в больнице имени Пирогова. Выступление Самарского коллектива с опера и мастер Маргарита запланировано в Большом театре в Москве на 17 октября, где Баритон исполняет партию Ешуа. В Самарской квартире на улице Каховской 16А потушили пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. Огонь охватил домашние вещи на площади 30 квадратных метров. В результате инцидента эвакуировали 9 жителей. Одного человека спасли, уточнили в ведомстве. Для ликвидации пожара направили 36 специалистов и 8 единиц техники. В Тольятти в ДТП погиб водитель. 60-летний мужчина управления Ниссаном не предоставил преимущества 31-летнему автомобилисту, который ехал на ВАЗ-2114. Машины столкнулись. В результате аварии водитель Ниссана погиб на месте. А мужчина, находившийся за рулем отечественного авто, госпитализирован в одну из городских больниц, сообщили в Главном управлении МВД России по Самарской области. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Футболиста «Окрона» Дмитрия Пестрякова пригласили в юношескую сборную России. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Сейчас он уехал на учебно-тренировочный сбор в Сербию. Там он пробудет до 16 октября. 13 и 15 октября Дмитрий примет участие в двух контрольных матчах против сборной Сербии в Новесаде. В России предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию пожилым гражданам. Официальное письмо с инициативой направил политический и государственный деятель Сергей Миронов, премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину. Доходы по обязательному пенсионному страхованию в этом году должны составить 10,5 трлн рублей, что на 11,5% больше, чем в прошлом. Однако за период январь-июль 2024 года поступления взносов выросли на 32,5%, что превышает ожидаемый рост. Коэффициент утраченного заработка в январе 2023 года составил 30,5%, к июлю этого года снизился до 23,5%. Это значит, что средняя пенсия в четыре раза меньше средней зарплаты. Каждый пятый россиянин завтракает на рабочем месте. 66% опрошенных совершают первый прием пищи дома, 18% на работе, лишь 1% предпочитает заведение общепита, а 13% вообще не едят утром. Причем чаще всего отказываются от приема пищи молодые люди до 34 лет. В рабочие дни 29% респондентов выбирают кашу, 28% яичницу, омлет или вареные яйца, 24% бутерброд, 13% то, что осталось в холодильнике, 13% ограничиваются чашкой кофе, 12% чаем. Творог на завтрак едят 9% опрошенных, йогурт 5%, печенье и сыр 2%. Среди других вариантов называли выпечку, фрукты и овощи, мюсли, блинчики, сырники, мясо или рыбу, макароны, орехи. Центральный банк России выпустил в обращение инвестиционную золотую монету. Георгий Поведоносец номиналом 100 рублей. Стираж до 100 тысяч штук. Проба 999. На лицевой стороне рельефное изображение государственного герба. Надписи Российской Федерации, Банк России, номинал 100 рублей. Дата выпуска 2024 год. Обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева. Проба, товарный знак монетного двора, масса драгоценного металла в чистоте. Наоборот, на Георгий Поведоносец на коне, поражающий копьем змея. Боковая поверхность рифленая. Качество чеканки анциркулейтед. Монета является законным средством платежа на территории России. И ее обязаны принимать для оплаты без ограничений.